сегодня своими в этом государстве является путинская путинской против озера его вертикаль власти и все те силовики на которых он опирается подавляя народ женщина сидит маски и и начинает хватать выволакивать она теряет сознание есть закручивает руки волокут и и волокут по полу выволакивать на улице чем она находится бессознательном состоянии то есть это сволочи которые на сегодняшний день получили огромные полномочия над народом вот и все вот у меня просто как эмоционально вот я так скажу но то что совершенно очевидно что власть захвачена узурпирована государства для своих любое проявление недовольства подавляется самым жестоким образом произвольно уничтожено правосудие извращены и глумно превращены в объект глумление принципы справедливости законности конституционности вот собственно грамм и видим безобразные действия когда обычные женщины довели до того что она потерялся она потерял сознание это уже новая реальность которой народ должен привыкать вот люди думали что это касается только политических думали а там вот они чего-то там за власть бурят ну вот получите вот у нее муж служил государством говорят что он там полковник юстиции вот этой женщине несчастной который там над ней издевался фактически сотрудник полиции причем там мы говорят что на и руку вывернул довольно серьезную прям там видно что он не тащит не жалея мне вот муж служил государства полковник юстиции сын и так далее надо все думали что это все касается полиции политических вот пожалуй сейчас видим что обычных людей бросают в тюрьме сегодня там у нас какой-то не помню министр по моему по строительству заявлять что не хватает для того чтобы развернуться полную мощь 180 тысяч заключенных значит нужно где-то взять для строительства объектов ржд по моему да 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 я уж не помню таких 180 тысяч заключенных дайте нам и мы тут покажем как мы можем строить поэтому я думаю что все идет к ухудшению политической ситуации это никакой не сигнал это обычная полицейская практика это обычная издевательство над народом мнение народу же ничего не значит плевать хотели на все вот это вот не сигнал это уже просто тоже это уже издержки режима вот мы то что видим это практика издержки режима геннадий владимирович сегодня прошла информация илья яшин уже был гостем эхо москвы подтвердил это что он снял себя полномочия главы красносельского района москвы из-за начавшегося давления или продолжающегося давления со стороны прокуратуры он считает что это рамках политического заказа как вы можете прокомментировать это решение или яшина и в целом действие властей по отношению к избранному главе но с точки зрения яшина это вынужденное решение понятно что он оказался в невыносимых условиях невозможно работать абсолютно так как уничтожены все возможности все права муниципальной власти мы это видим на конкретном примере или яшина который избран народа между прочим москвичами депутатом и стал главой совета поэтому совершенно пренебрежение к муниципальной власти к нуждам народа второе то что все окончательно полицейская сегодня определяет деятельности органов власти в органов хозяйствования бизнеса производства и так далее не директора не руководитель не хозяйства руководитель а вот товарищ майор словно евок куда nos прокуратуру саммвд с управление том какого-нибудь или с псб вот они сегодня решают кому как жить поэтому это будет иметь тяжелейшие последствия для народа это будет иметь тяжлейшая последствия для россии будет иметь тяжелейшие последствия для экономики Ну, собственно говоря, мы еще не знаем, чем закончить путинский режим, но уже то, что он вошел в историю, уже можно сказать, что он вошел в историю позорным, грязным пятном в российскую историю, это совершенно очевидно, потому что такого масштаба бесправия, такого масштаба коррупции, такого масштаба воровства, лицемерия, ханжества, такого не было. Вот я могу смело утверждать, что нынешняя ворующая власть, это что-то новое, аномальное явление в истории России. Никогда власть не вела себя так. Никогда. Никогда не была абсолютистской власти. И всегда все, даже те диктаторы, те вот эти самодуры, да, там какой-нибудь Иван Грозный и так далее, они все равно отставили государство интересное, они не относились к государству как к кормушке, которую нужно как можно больше схватить и куда-то подальше сбежать. У царя там любого, они считали Россию своей родиной, их совершенно искренне, и никто не собирался никуда бежать, не вывозили свои семьи за рубеж. Если ездили в Париж там, закупать духи там и всякие одежды, да, а жили-то здесь. А наши-то что делают? Разворовывают страну, угнетают народ, а все свои домочадцы, они давно там за рубежом в шоколаде живут. Потому что они понимают, что с Россией связываться в исторической перспективе нельзя. Вот в той России, где нет ни права, ни закона, ни свобод, ни отношения нормального к человеку, они же это все прекрасно понимают. Поэтому все семьи там, а здесь они просто занимаются воровством и выводом украденных капиталов за рубеж. Все, что они могут сегодня делать. Такой власти еще в России не было. Геннадий Владимирович, на ваш взгляд, коллективный Путин понимает, что ведет страну к революционным событиям? Это вы так думаете. А они думают, что революции не будет. Что им хватит сил удержать народ в стойле, в узде. Вот там у нас есть 400 тысяч этих разгвардейцев, ну пусть 300 тысяч. Вот у нас там несколько сотен полицейских, которые там отрицательные селекции идут. Вот у нас там ФСБшников 100 тысяч. Вот у нас таких-то. И они думают, что они этим удержат народ в столь и неограниченное время. Поэтому они не понимают. Не понимают. Они ненавидят любое революционное, любое свободомыслящее движение. Про революцию вообще у них там мелкой дрожью трясутся. Но они считают, что они с этим справятся. Вот. А поэтому сегодня для того, чтобы с этим справиться, полностью полномочия, реальные властные полномочия по управлению страной, отданы силовикам. Мы же это видим. Ну вот эта безумная история с женщиной, которая там в виде трупа, полутрупа, волоколей по асфальту. У нее там даже слетела обувь. Просто вот действительно волокли по асфальту, пятками, по сдирающей, так сказать, по сдирающим кожу асфальту. Вы волокли ее. Бессознательно. И при этом не хватило еще совести мерзавцев обвинить ее там в каком-то нападении на полицейских. Просто вот верхний предел планка цинизм полностью. То вот настолько нужно быть бессовестным, настолько нужно быть аморальным, безнравственным, настолько бесчеловечным, чтобы придумать вот еще это обвинение. У всех этих людей, которые там подписали все эти постановления, я думаю, ждет очень серьезный суд и длительные сроки заключения. На ваш взгляд, пойдет ли Путин, коллективный Путин, как угодно, на ликвидацию оппонентов, политических оппонентов по сценарию Навального? Или вот этот промах их охладит в какой-то степени? Я думаю, что они дальше будут продолжать эту линию, сделать какие-то выводы, постараются там лучше планировать. Будут продолжать это дело. Потому что это не один случай с Навальными. Мы знаем, что это и Карамурза, и Быков, и Верзилов, и Навальный там несколько раз, и многие другие там, а причем Литвиненко там. Это же не только в стране проводится, а за рубежом. Там Литвиненко в Англии, там Глушков про непонятных обстоятельств смерти, Березовского про неустановленных обстоятельств смерти, да. Там Гебривы в Болгарии отравлены. Убит этот, забыл фамилию его, в Берлинском парке. И мы еще много чего не знаем. Взрывы там заводов, которые никогда не взрывались 50 лет, а тут сорвались неожиданно. Поэтому мы совершенно четко понимаем, что власть криминальная и преступная. Она может пойти на любые действия и будет продолжать эту линию. Мы же видим, что... То есть они действуют по принципу политической целесообразности. Целесообразность сегодня широко, так сказать, начать убивать организационеров? Вроде нет. Вот отдельных мы замочим, а другие сами поймут и свалят. Ну, наверное, Дмитрию Гудкову любезно предоставили возможность покинуть Россию. А могли бы и убить. Да? Условно говоря. Еще такая замечательная, прекрасная, замечательная отношение. Дали Дмитрию Гудкову спокойно живым уехать из России. А могли бы и не дать. Но пока это политически целесообразно, дать возможность тем, кто может и хочет уехать. Пусть уезжает, пусть валит от суда. С остальными разберем. Поэтому я думаю, что практика физического уничтожения оппонентов, она будет продолжаться. Она будет расширяться. Потому что у всех будут появиться свои оппоненты. Не только у Путина будут оппоненты. Но и появятся в районах, в областях, в городах, в поселках. И возникнет соблазн повторительный. Субтитры создавал DimaTorzok